Когда игру разрабатывают почти 10 лет, геймеры хотят увидеть в ней нечто большее, чем заурядное развлечение на вечер-другой. От долгостроя ждут, если не революции, то хотя бы прорыва в жанре. Prey — это величайший в плане сроков издания проект игровой индустрии, но достоин ли он тех почестей и той славы, какая досталась другому экшену-долгострою Max Payne? Слухи о том, что студия 3D Realms готовит пришествие нового короля в жанре FPS, стали появляться еще в 1997 году. По задумке авторов, игрок должен был стать слабым, беспомощным существом, перебегающим из одного темного угла в другой. Ну, а его главный враг — суперкомпьютер, полноправным хозяином положения, охотящимся на героя. Теперь от этой идеи остались одни воспоминания. Через несколько лет игру передали опытной команде Human Head, и она приступила к долгой работе. Ваш герой — индейец Чироки Томми Хоук. Этот человек с непростой судьбой, который служил в армии США и вернулся в резервацию своего народа за возлюбленный. Не успел он толком поговорить со своей девушкой, как его и всех остальных посетителей дорожного кафе похищают пришельцы. Оказавшись внутри инопланетного корабля, Томми понимает, что пришельцы используют людей в качестве корма. Недолго думая, наш герой проламывает разводным ключом головы захватчиков, забирает их оружие и рвется в бой — спасать свою избранницу. Звездолет пришельцев напоминает то, что мы видели в Quake 4. Это не просто груда компьютеров, проводов и металла, а колоссальное биомеханическое судно. В нем даже стены выплевывают объедки от человеческих тел. Диковинные фиолетовые споры восстанавливают здоровье, а бесформенные существа под потолком рождают странные пульсирующие шары. Кстати, порой они пригождаются для решения головоломок. Доступное оружие вполне подстать такому окружению. Например, гранаты представляют собой жучков, которых еще нужно поймать. У более привычных стволов, вроде автомата, ракетомета, дробовика или снайперской винтовки, из корпуса вообще произрастают шипы и глаза. А вот противники выглядят банально. Здесь разработчики явно схалтурили и просто выцепили самых колоритных монстров из других игр. Вы не раз задумаетесь, что где-то уже видели местных охотников или паукообразных тварей. Но когда дело доходит до драки, нет времени рассматривать узоры на очередном монстре. Тем более, что сражаться зачастую приходится в разных плоскостях. На уровнях встречаются специальные дорожки, проложенные по потолку и стенам. По ним можно смело ходить. Авторы здорово потрудились над гравитацией. Скажем больше. Скука от забегов по кишкам коридором сразу же пропадает, когда стрелять по монстрам приходится с потолка. Но перемещаетесь по кораблю вы не только по антигравитационным чудо-дорогам. Повсюду разбросаны порталы, переносящие игрока из одного отсека звездолета в другой. Поначалу прыжки через светящееся окно забавляют, но вскоре вы поймете, что это всего лишь двери из тупика, только более сложные и эффектные. Наш индеец не только умеет лихо палить из вражеских биовинтовок. В самом начале игры дед главного героя обучит его паре индейских фокусов. Душа Томми время от времени покидает бренное тело и свободно бродит по окрестностям сквозь энергетические щиты и огонь. А если на пути попадается враг, то его легко уложить парой выстрелов из призрачного лука. Превращаться в духа придется довольно часто. Большинство загадок в игре решаются в таком бестелесном виде. Прей не идеален. Он быстро проходится, а многие идеи авторы позаимствовали у конкурентов. Но проходить его все равно интересно. Игра проходится на одном дыхании, а нецензурные выражения Томми подбадривают даже в самых сложных ситуациях. Хороший проект, местами оригинальный. Но ждали от него, конечно, намного больше.